Все доступные мопарские аксессуары, тут все, что предлагает мопар для джипа, все стоит на этой машине. Очень качественное исполнение, каждый из ламп, это лампы, предлагающие компании мопар. Вы видите, она достаточно хорошо подсвечивает и какое-то расстояние перед машиной, и очень хорошо подсвечивает именно под мостами. Вот такая вот у нас мощная защита, это компания Rock Hard делает, они в принципе одни такие, кто делают защиту именно по всему кузову. Решетка тоже такая же, как в мопаровском проекте, мы поставили черную решетку вместо красной. Теперь вы можете практически по капот заезжать в воду. Видите, мы говорили, что мы поменяли, кроме лифт-комплекта, лифт-комплект нам дал 2 дюйма выигрыша в посадке, еще и вот этот факсовский рулевой демпфер. Сама кожа здесь гораздо более лучшего качества. Вы видите, какие интересные строчки, вы видите, тут как бы повторяет рисунок колеса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очень интересный проект, это новый 2020 джип-эндлер Рубикон, он у нас, вы видите, в короткой базе. И мы представляем вам проект, что мы сделали с этим Рубиконом. Вот сейчас мы вам покажем, как он был в базе, в стандарте пришел к нам. Возвращаясь немножко к истории, когда появился новый 2019 модельный год, Рубикон, это новое поколение GL. В 2018 году на Сима-шоу в Лас-Вегасе, это, вы знаете, самое крупнейшее шоу, где показывают все производители свои машины в тюнинг-исполнении. Вот, и Мопар представил именно Рубикон, именно в красном цвете, именно в короткой базе, со всеми своими аксессуарами, которые они выпускают дополнительно, и представили на публику вот этот Рубикон. Мы сделали то же самое, 100%, и даже много добавили в этот джип. И вот сейчас мы вам представим этот проект. То есть это 1-1, то, что показали на Сима. Единственное, что мы не установили диски с бедлаками Мопаровские, но мы их точно так же купили, и мы их просто положим клиенту в машину, он их уже будет устанавливать сам, потому что он хотел сохранить два комплекта дисков для себя. Все остальное здесь уже стоит, и я повторюсь, стоит не только Мопаровские аксессуары, какие-то вещи мы покупали у сторонних производителей, это как защиту, какие-то элементы внутри салона. Это мы вам тоже все продемонстрировали. Эта машина, повторюсь, 2020 год, это практически первые рендеры, которые пошли 2020 годом. Мы эту машину заказывали на заводе, она готовилась четко под нас. Все опции, которые хотел клиент, мы отразили, и здесь это все было установлено. Как новый кожаный салон, интересные сидения получились очень. Ну, вот сейчас мы это вам все покажем. Опять же, все подобрано очень четко, клиент беспокоился о цвете, о сочетании, вплоть до вот этих вот бейджей, джип. В стандарте они такие ярко хромированные цветы, здесь же, видите, они все именно в таком темном исполнении. Каждая эмблема, она в таком, как темно такой металл. Даже вы видите все, крюк лебедки, накладка на лебедку, это все идет в одном цвете. Все сделано очень красиво, очень качественно. Мы, кстати, все работы по тюнингу уже проводим у себя. Да, раньше мы отвозили, мы работали с компанией, которая нам делала установку. Сейчас мы сделали у себя небольшой цех по установке. У нас работает хороший сертифицированный механик. И все установочные работы сейчас мы делаем по тюнингу у себя на площадке. Поэтому можем в реальном времени с клиентом согласовать какие-то аксессуары. Что-то подходит, что-то не подходит, что-то становится, что-то не становится. Мы постоянно на связи, мы постоянно на телефоне. И клиент видит весь процесс тюнинга, пусть я в фотоотчетах и перед глазами. Вот. Ну и так, давайте мы вам покажем, что мы сделали. Я надеюсь, вам это очень понравится. Мы поставили лебедку и дополнительный свет на машину. Лебедку мы поставили варн, самую мощную, 12 тысяч паундов усилия. Если вы помните предыдущий наш зеленый джип, туда мы ставили 10 тысяч паундовую лебедку. Вот. Эта лебедка получилась немножко больше по размерам. И почему у нас, вы видите, дуга практически ложилась на лебедку. Поэтому нам пришлось сделать такие металлические проставки, чтобы ее на миллиметр поднять над лебедкой. Она не упиралась в нее. Свет у нас тоже, это штатный мопаровский дополнительный свет. Вот эти фары у нас, получается, они работают больше как дальний свет, те больше как ближний свет на капоте. Здесь мы тоже поменяли, вы видите, накладку на бампер. В стандарте она идет такого хромированного цвета. И крюк точно так же хром. Здесь мы сделали под тон бэджи, под тон самой машины, такой темный свет. Красиво смотрится. Тоже поменяли крюк. Решетка тоже такая же, как в мопаровском проекте. Мы поставили черную решетку вместо красной. Очень интересный элемент тоже, это сноркел. Здесь достаточно много работы было над установкой этого элемента. Пришлось, вы видите, вырезать сам капот. Капот у нас две стенки, как снаружи, так и изнутри. Заняло много времени, но мы постарались установить его четко и красиво. Вот такой сноркел. И теперь, повторюсь, клиент готовил эту машину к серьезным оффроуд поездкам. И это немаловажный элемент по какой-то водной преграде. Теперь вы можете практически по капот заезжать в воду. Да, по замыслу мы еще купили, вы видите, что капот, нету замков никаких на Врангле. То есть, вот у нас два кронштейна, которые открывают наш капот. Мы купили мопаровский замок специально. Он монтируется вот сюда, ключ, и вы уже можете блокировать ваш капот. Но клиент попросил его не устанавливать, у него еще есть какие-то дополнительные свои идеи, которые он хочет воплотить. И мы просто этот замок ему сложили. Но в любом случае, если кто-то у вас несанкционированно полезет под капот, то сработает сигнализация. Вот, капот тяжелый, не алюминиевый до сих пор. Здесь вы все знаете, двигатель у нас 3.6, V-образная шестерка, Pentastar. А почему и популярны эти джипы покупки у нас здесь в США? Потому что на Европу и на Россию идут только с 2.0 турбодвигателем. А люди хотят простой атмосферник 3.6, поэтому и мы имеем эти заказы. Ну и, опять же, возможность тюнинговать все доступные мопаровские аксессуары. Тут все, что предлагает мопар для джипа, все стоит на этой машине. Так, поехали. Вы видите, здесь мы ставили такое, это металлическое уплотнение. Мы все, в первую очередь, после того, как мы вырезали капот, мы все обработали, покрасили и обработали таким специальным герметиком. Сейчас никакой коррозии не грозит этому элементу. Вот, все сделано красиво и четко. И вот, вы видите, отсюда уже сразу идет на фильтр. То есть остался элемент, который, ну, может быть подвержен воде, это сам генератор. То есть практически до генератора вы можете преодолевать водное препятствие спокойно. LED-фары полностью идут не в стандарте. Вы выбираете специальный LED-пакет, и в этот пакет уже входят LED-фары, LED-лампы ходового огня и противотуманки. Ну, и опять же, говорю, мы поставили дополнительный свет на бампер и на капот. Смотрите, вместе с сноркелом тут идет вот крепление для фары, это тоже покупается отдельно, да. Вот это крепление уже шло со сноркелом, то есть и на него же уже предусмотрено и крепление фары. Антенну мы тоже поменяли, в стандарте это идет высокая металлическая антенна, сюда мы поставили маленькую такую более эстетичную антенну, которая красиво стоит. Следующий элемент – это пороги. Вы видите, это у нас силовые пороги. В базе Рубикон уже идет с силовыми порогами, но пороги заканчиваются ровно в борт машины. Здесь же у нас получилось, они играют двойную роль, и роль подножки, и роль порога. Очень интересный элемент, это тоже оригинальный мопаровский элемент, и вы видите, то есть у нас получилась и подножка. Покрытие очень качественное, не скользящее, вот, и в то же время остался у нас силовой порог. То есть если вы где-то наехали на камень, порог примет весь удар на себя и сохранит наш оригинальный порог, который с лакокрасочным покрытием. Дальше, основной элемент – это колеса. Сюда мы уже поставили, вы видите, большие 35-е колеса. В базе они идут 33-е. В первую очередь, чтобы поставить эти колеса, мы установили новый лифт-комплект. Лифт-комплект – это тоже мопаровский. Два дюйма лифт-комплект. Вы видите, мы вам потом поближе покажем, как он выглядит без колес. Здесь у нас стоят фокс-амортизаторы уже, что спереди, что сзади, внедорожные. Здесь стоят более увеличенные пружины и более длинные рычаги. Так, ну что, мы подняли наш автомобиль. Тут самое интересное у нас как раз таки внизу. И сейчас мы имеем возможность вам показать. Кстати, вот мы поменяли рамку по просьбе клиента. Мы ему сначала покупали такую рамку, которая на болтах. Номер как бы нависает над нашим фейерлит, то есть над вот этой планкой в лебедке. Она действительно очень хлипкая. А это родная рамка, которая шла с самой варновской лебедкой. И сюда вот вы видите место для крепления вашего номерного знака. То есть все четко, удобно, и она закрывает все ваши технологические отверстия. Там бампери. А дальше поехали. Вы видите, вот у нас такая защита. Только в Рубиконе она идет металлическая. Причем металл очень толстый, тройка как минимум миллиметров. В обычном рангере она будет пластиковая. И она у нас закрывает наш... Вот он, стабилизатор поперечной устойчивости. Вы видите, он у нас электронно распускаемый. Вот там вот этот весь механизм находится под ним. Поехали дальше. Мы поставили защиту на задние и на передние дифференциалы. Вот такая вот она у нас красного цвета. Глент просил покрасить, но мы уже просто физически не успевали. И вообще эстетично она хорошо выглядит с красным цветом машины. Уже, если он захочет, сам перекрасит потом. Это у нас самая нижняя часть получается в автомобиле. И она, конечно, будет подвержена на бездорожье, всяким камням, ударам. Поэтому вот такая вот защита очень хорошо ее будет сохранять. Теперь поговорим о лифте. Вот вы видите, мы говорили, что мы поменяли, кроме лифкомплекта. Лифкомплект нам дал 2 дюйма выигрыша в посадке. Еще и вот этот факсовский рулевой демпфер тоже. Ну и вот сам вы видите лифкомплект. Ведь здесь тоже интересно стоит. В лифкомплект входили вот эти удлиненные стабилизаторы. И сами увеличенные рычаги. Вот они здесь, они стали гораздо длиннее. Ну и естественно пружины у нас стали гораздо выше. И увеличенные факсовские амортизаторы с увеличенным ходом амортизатора, естественно, тоже. Так, поехали дальше. Здесь у нас мы поставили защиту. Как я говорил, это уже было принято решение в середине нашего Тимин проекта. Вот такая вот у нас мощная защита. Это компания RockArt делает. Они, в принципе, одни такие, кто делают защиту именно по всему кузову. Остальные компании на рынке предлагают какие-то частичные элементы, которые закрывают. Эта же защита закрывает практически все вырезаемые места. Вот она, вы видите, от начала, от самого у нас. Вот поддона картера и до, 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 до самого практически заднего дифференциала идет. Очень толсто. Это алюминий у нас. И алюминий, ну, четверка, по-моему, толщиной, плюс мощные балки крепления. Все сделано очень-очень крепко и мощно. Мы ждали, ее защита готовится под заказ. Она есть как на длины, так и на короткий рубикон. Вот мы и ждали порядка двух недель, пока она придет нам. Здесь вы видите удобно. Плющок такой для замены фильтра и слива масла. Так, поехали дальше. Ну и здесь у нас такая же защита на задний дифференциал. Еще мы заказывали защиту на амортизаторы. Ну, вы видите, здесь уже амортизаторы наши, которые шли тюмингованные. ФАКС, они уже идут со своей защитой, поэтому защита им и не нужна. Сейчас мы вам приложим для сравнения. Это вот у нас штатные амортизаторы, которые остались. Даже вы сравните по диаметру, насколько они меньше. Наш предыдущий клиент, на котором мы делали на Украину зеленый рейнгер большой, он сказал, что когда собирался делать выезд на оффроуд, первое, что он понял, что он не установил защиту. Он бросился искать защиту в Украине, в России. Очень мало этих элементов хороших. И говорит, это упущение, поэтому он посоветовал. Мы как бы это все уже установили сразу сюда. Так, давайте скажем мы размер колес. Здесь у нас БФ Гудрич стоит 35-12,5. Ну, радиус у нас остался, диаметр остался 17. Вот эти мы установили козырьки. Такие ветровики. Очень тоже красиво смотрятся. Они такого матового цвета черного. В тон крыши. Раджет Рич компания. Она делает много аксессуаров для джипа. Вот мы поставили их сюда. Также, чтобы установить такую же запаску 35-го диаметра, нам пришлось усилить несущие крепления для этой запаски. То есть, вы видите, здесь уже стоит не заводское. Это тоже мопаровский аксессуар оригинальный. Более мощный, который позволяет держать более сильное колесо. И так как она выросла у нас в само запасное колесо, нам пришлось стоп-сигнал. Он находился в оригинале здесь, на специальной рамке. Пришлось покупать тоже специальный мопаровский кронштейн и стоп-сигнал переносить сюда, вместо того, чтобы он стоял здесь. Сейчас мы вам покажем, как эта вся конструкция выглядит. Ну вот это... Тут несколько составных запчастей, аксессуаров мопаровских. И вы видите, насколько мы усилили этот петли двери, чтобы она держала такое мощное колесо. Так, рамочку попросил клиент установить, металлическую джип. Дверца бензобака, лючок бензобака. Он у нас тоже такой дюраль стоит, красивый, черный. Мы купили его дополнительно, но он оказался в оригинале. Он уже тут тоже стоит. Так, что еще? Ну, вроде как, основные элементы мы вам показали. Работу светотехники мы вам тоже продемонстрируем в темное время суток. И подсветку. Мы сделали подсветку на днище. Тоже это не декоративный элемент. Это тоже сделано для того, чтобы вы в темное время суток где-то на реальном бездорожье, камни, чтобы, допустим, штурман мог выйти и четко отследить, как вы едете. Все, что у вас находится под днищем, какие-то угрозы для вашей подвески. И это все можно было объехать, осмотреть. Это все будет подсвещаться. Так, но сейчас мы вам хотим показать, как работает эта подсветка. Днище у нас в темноте. Вот смотрите, сзади, я считаю, очень идеально получилось. Мы их туда под бампер задний на балку прицепили. Вы видите, она достаточно хорошо подсвечивает и какое-то расстояние перед машиной, и очень хорошо подсвечивает именно под мостами. Весь, все камни, как говорится, грозящие нашему поддону, вы увидите. Точно так же классно разместились лампочки и по бокам. Они сюда у нас стали на раму, под подножку. Тут их и подножка защищает, и специально такой выемка металлическая. То есть они очень защищены точно так же от любых камней. И в то же время выполняют всю свою функцию. Освещают пространство именно между колесами. Идеально. Так, ну а по передним лампочкам может быть, все-таки есть вопрос, и клиент дальнейшим может их переставить непосредственно под раму. Мы их, видите, прицепили здесь сбоку на раму. В принципе, они опять же освещают пространство перед колесами достаточно, под мостами тоже видно, в принципе, достаточно светло. Но надо с ними еще поиграться немножко, наверное. Но все равно, как вариант, тоже тоже есть. Так, ну сейчас мы включим наши остальные приборы и покажем, как работают они. Повторюсь, очень качественное исполнение. Каждый из из ламп, это лампы, предлагающие компанию Mopar. Они пылевлагозащищенные. Вы можете мыть их мойкой под давлением. Power Wash или Körker, так называемый. Они не боятся этого. Точно так же ударопрочные. И к ним еще идут специальные защитные колпаки. По силе освещения маленькие 5-дюймовые, у них 4 800 люмин, но это сравнимо с квадратные rigid-фары 3-дюймовые, которые мы ставим в бампер. У них 3000 люмин. Здесь же 4800, то есть очень мощные. Эти 7-дюймовые идут 8000 люмин. То есть мощности у них вполне достаточно. Увидимся, как они четко работают. Так, а сейчас мы сделаем небольшой тест наших светового оборудования на нашем ранглере с сравнением. Сначала мы включим штатные приборы световые, и потом то, что мы уже установили. Так, что у нас сейчас? Сейчас у нас работают только ходовые огни LED. Они дают, так видите, небольшую, совсем-совсем немного света. И противотуманки. У нас габариты желтенькие загорелись, фары у нас горят. Сейчас мы вам покажем. В таком режиме видите, белые ободки, не очень хорошо они отражаются у нас на камере. Ну, такой обод, как раньше БМВБЛ. Белые обода. Окей, теперь ближний. Вот мы включили ближний. Теперь дальний. Вот мы включили дальний. Так, а теперь давай те, которые на капоте. Третий у нас номер. Опа! Ну, вот видите, те, которые на капоте у нас сразу заменили и ближний, и дальний. У нас деревья подсветились как высоко. Ну, а теперь последнее, которое у нас самое большие 7-дюймовые. Оба! Ага, офигеть! Ну, смотрите, за счет того, что у нас 5-дюймовые фары стоят выше, то они светят дальше, реально. Вот, но этот 7-дюймовый, он просто рассел весь наш свет вообще по всей поляне. А теперь давай-ка мы все погасим фары, вообще все. А теперь давай включим эти 5-дюймовые только. Ага, вот видите, у нас такой более направленный свет, пучок идет посередине и туда уже практически все деревья. А теперь выключи эти, включи большие. Ага, вот видите, эти большие фары, они освещают гораздо ярче, площадку гораздо шире, но не дальше. А 5-дюймовые фары светят у нас еще дальше оказывается. Здесь то же самое, смотрите, клиент заказал в базе, как бы любой, даже Рубикон, он идет тканевым салоном, да. Если вы выбираете кожу на салон, он у вас совсем будет не таким. То есть сама кожа здесь гораздо более лучшего качества. Вы видите, какие интересные строчки, вы видите, тут как бы повторяет ваше колесо, рисунок колеса. Это все выполняет компания называется CatSkin, вот вы видите их лейбы, и они делают это специально по заказу Mopara, но это мы все заказывали на заводе, то есть именно уже по нашему заказу готовился этот салон. То есть у вас есть возможность выбора такого салона, то есть надо брать не оригинальную кожу, а именно вот такие вот CatSkin покрытия. Ну, вот смотрите, мы также установили такие ручки, для чего они, вы видите, насколько высокий клиренс, как бы мне может гораздо легче залазить высокого роста, если человек низкого роста, как бы эта ручка совершенно не помешает, мы повесили на две стороны моих. Здесь мы смяли, здесь расстегнули, здесь расстегнули. Все, вот крыша у нас снаружи. таким образом вы убрали вашу крышу, то есть для передних пассажиров первого ряда она снимается очень легко и быстро. Здесь у нас также вы видите дополнительная изоляция стоит на крыше, ну и крыша очень такая, из качественного плотного пластика, то есть она хорошая шумоизоляция и теплоизоляция, все это присутствует. Задняя крыша уже снимать ну подольше, тут наверное болтов 8 надо выкрутить, но ее тоже как бы реально на летнее время вам ее убрать. Ну повторюсь, эта машина бралась для оффроуда, опять же, и короткая база, это естественно максимально удобно пересечение каких-то препятствий, поэтому брался именно двухдверный рубикон, вот, понятно, что на заднем ряду там места очень немного, но давайте посмотрим и попробуем показать вам. Чтобы отодвинуть сидение, все легко, тут у нас такой пластиковый рычаг, вы его сюда сложили и точно так же разблокировались рельсы, все, вы можете туда проходить, опять же, клиренс у машины просто сумасшедший, поэтому забираться сюда очень непросто, это наши подголовники, вот у нас я сел за водительским креслом, ну, вы знаете, я ожидал, конечно, худшего, в принципе, неплохо, можно ехать, даже мне, с моим ростом, можно как бы сидеть и ехать, конечно, не на дальнее расстояние, нет, это все, это максимальный угол, который нам позволяет отложить спинку, это у нас оригинальная антенна, багажника тоже практически нету, то есть, на охоту вы на нем не поедете, реально, потому что сложить туда нечего, это надо за собой еще какой-то прицеп таскать, с рыбалкой тоже будет, наверное, ставить на крышу какие-то ящики для перевозки, ну, сидеть вполне можно, детей сюда, опять же, посадить вполне легко, три человека, взрослых сюда не сядут никоим образом, два садятся легко, тут даже нету ремня для третьего пассажира, то есть, реально, эта машина на четыре пассажира, ну, а так, опять же, здесь точно такая же кожа, качественная, очень хорошего качества кожа, все сделано четко, очень мне нравится это вот покрытие, которое выбрал клиент, действительно интересно, вот, смотрите, вот, раз, два, три, три болта крепления крыши задней, ну, и тут, наверное, еще будут какие-то парочку болтов, и, в принципе, ее тоже достаточно легко убрать, здесь уже стоит, вы видите, полностью силовая рама по контуру, и вы уже будете красиво на джипе без крыши ехать, естественно, надо бы еще двери передние снимать, тоже ставить трубчатые двери, мапаровский аксессуар, коврики тоже резиновые, качественные, мапаровские лежат, и здесь даже есть подстаканники, здесь у нас есть, о, A4 USB, A4 USB, два больших, два маленьких, то есть, ну, о задних пассажирах побеспокоились уже в этом плане, подсветка для каждого индивидуальная и общая подсветка, ну, и колонки, видите, здесь музыкальная система очень достойная, кстати, стоит, так, ну, и опять же, тоже дополнительное покрытие на, на крыше стоит, то есть, ваша крыша держит гораздо лучше тепло, ну, наверное, все, здесь обработано все таким же покрытием ковровым, как и пол, ну, в принципе, все, мы, понятно, не ожидаем от этой машины какого-то качества Мерседеса, вот, но все сделано, в принципе, очень, очень достойно. Мы уже делали тест-драйв, на таком же GEL Wrangler, это был у нас 2018-19 год, тоже двудверный у нас был, который мы отправили на Киргизию, да, там мы тоже делали небольшой тюнинг, меняли бампера, такого плана подножки, вот, но на этом мы поменяли подвеску, на этом мы поставили большие 35-е колеса, вот, и, естественно, посмотреть, как ведет себя машина на дороге, понятно, что для оффроуд, это очень, ну, положительные изменения, и вопросов никаких нет, а для дорог, общего пользования, тем более, на хайвее, на скорости, насколько она ведет себя именно сохранением заводских характеристик, мы вот это сейчас и проверим, и проедемся, по первому ощущению, скажу, что есть шум, конечно, присутствует, резина у нас all-terrain, такая, очень серьезным протектором, поэтому, конечно, тишина, это не ожидать не стоит, резину слышно, сейчас реально такая достаточно шумная резина, саму резину выбирал у нас клиент, вот, он остановился на АБФ Гудрич, all-terrain, но я бы сказал, она даже такая большая, все-таки больше она такая грязевая, чем АТ, она больше такая МТ, стала ли машина жестче или наоборот мягче, ну, сказать, тяжело, опять же, слушайте, тут у нас мосты стоят, это не независимо от подъезда, понятно, что ведет у нас по-другому, комфорта меньше, да, она такая, асфальт, рельеф, ты чувствуешь на ней, вот, управляемость, ну, сейчас, опять же, мы едем у нас скорость там 40 миль час, чуть больше 60, пока все классно управляется, сейчас мы выйдем на хайвей, посмотрим, как, как она рулится на скорости, пройдем в машине у нас здесь есть зимний пакет, руль включения подогрева руля, вот у нас кнопочка, вот подогрев сидения трехпозиционный, так, видите, вот мы встали, машина сразу сработала автостоп, эту функцию, кстати, можно отключить, так, поехали, окей, мы хотим, вот, а теперь мы хотим километры в час, вот сейчас у нас на центральном дисплее будет показываться скорость именно километра в час, несмотря на то, что наш аналоговый спидометр, он размечен в милях в час, но вы вот на центральный ваш дисплей, размер он у нас на дюймах 5, вы можете сюда вывести показания в километрах, теперь, опять же, напрашивается вопрос по поводу фаренгейтов и цельсий, это у нас, наверное, будет где-то здесь в настройках, ну-ка, и он вот они, мы хотим метрик, все, все, у нас перешло метрическую, так, что такое кастл, что такое кастл, температура вот у нас перешла в цельсии, все, все, что мы хотели, скорость, дистанция, литр, настолько расход топлива, все, все нужные показатели у нас перешли в европейские величины. Ну, опять же, шумоизоляция, вы видите, двигатель у нас достаточно слышно хорошо, даже там на не супер высоких оборотах, но опять же, это не Mercedes, и это совершенно другого сегмента машина, мы тут не претендуем на какие-то шумоизоляции, самое главное достоинство этого машины, это ее оффроуд способности, поэтому и джип уже стало словом нарицательным. Так, немножко жирковато у нас синхронизация, вот она кнопочка, двузонный климат-контроль у нас здесь, так, что у нас еще, навигация, карты, здесь у нас будут только Америка и Канада, но я думаю, что подгрузить вы сюда сможете и европейские карты тоже. ну вот у нас на выходе уже 90-100 километров в час скорость, обороты показывают у нас почти 3000, ну, что сказать по валкости, да, немножко я все равно как бы приходится подруливать, наверное, проехавши неделю на этой машине ты уже привыкаешь и сможешь достаточно уверенно ей управлять на высоких скоростях, но опять же это, я говорю, повторюсь, машина не предназначена там для супер высоких скоростей, свои там 120, вы поедете на ней, да, конечно, шум есть определенный от резины, от двигателя, все это, все это чувствуется, вот, ну, повторюсь, это, это не, не главная достоинство или не главный недостаток этого автомобиля и все, как бы, покупая такой автомобиль и делая такой тюнин заранее нужно быть готовым, но опять же, повторюсь, сравнивая с машиной, которого мы покупали для клиента, это было тоже 18-го года джип, но в предыдущей версии в предыдущем поколении и она уже была тюнингована с лифткомплектом, с большим, я не помню, какой там был размер у колес, но не меньше, чем 35-е, мне кажется, даже 37-е, но там, конечно, подвеска была ужасная и мы, ну, реально, ты ловил рулем, как на тракторе, этот, чтобы ехать ровно машину могла, то есть, на больших скоростях ты себя чувствовал очень некомфортно, здесь же вполне, вполне, я говорю, мы, ну, практически ничего не потеряли в управляемости, конечно, она отличается от стандарта, от заводской, ну, буквально, я говорю, неделю вы привыкнете к этому, вот, ну, и, конечно же, повторюсь, колеса немножко шумноватые, но, опять же, ну, нельзя выбрать, как бы, абсолютно утилитарную резину, если машина готовится к оффроуду, то, конечно, тут уже тоже приходится жертвовать каким-то комфортом на хайвее, ну, говоря о динамике двигателя 3.6, абсолютно он прекрасно работает здесь, с этой машиной, это маленький джип совершенно с небольшими весами, конечно, с нашим тюнингом машина потяжелела и потяжелела значительно, но все равно, как бы, для этого мотора он прекрасно справляется с этой развесовкой, динамики хватает ему вполне, что касается посадки вообще водителя, размещения, удобства в салоне, ну, во-первых, повторюсь, мне очень понравилась обивка этих кресел, вот эта вот, которую мы заказали индивидуально, очень удобная, вообще, сами сидения достаточно удобные и по жесткости, и по поддержке, вот, ничего не скажешь, высоты хватает потолка, чтобы высокий водитель чувствовал себя комфортно, наверное, я бы хотел опустить сидение чуть ниже, но мне это здесь не дает ниже, то есть, это максимально низко опущено, но, опять же, я вполне комфортно себя чувствую, руль у нас регулируется и по выносу, и по высоте, поэтому вы можете прекрасно себе настроить, вот, высота и удобство подлокотника тоже прекрасно, то есть, эта машина, вы будете, у нее себя чувствовать комфортно как высокий, так и низкий водитель, единственное, повторюсь, с поднятием клиренса залазить у меня стало гораздо сложнее, но, сейчас, видите, у нас такие дорожки, очень извилистые и, опять же, здесь мы прекрасно, машина прекрасно управляется, абсолютно, очень непривычно, это маленькая короткая панель, как в старых автомобилях, таких послевоенных, военных лет, но, вот они, как джип своей модели рэнглера, они очень молодцы, стиль выдерживают по-прежнему, хотя, вы видите, она стала очень гораздо интереснее предыдущей комплектации, большой экран, достаточно качественный материал, но интересная отделка. Итак, дорогие друзья, мы вам сегодня представили к обзору новый 2020 год ранга Rubicon в короткой версии двухдверной, и все, что мы сделали, это серьезный тюнинг, очень много аксессуаров, все доступные мапаровские аксессуары, которые предлагают джип, сюда установлены и много автомаркет-аксессуаров. Эта машина у нас идет в России к нашему клиенту, буквально через неделю уже запланирована погрузка в контейнер, надеюсь, вам очень понравилась эта машина, этот обзор, скажем так, по сравнению с предыдущим джипом, который вы снимали, и буквально полгода назад это был зеленый Rubicon, который у нас шел на Украину, очень мы получили много отзывов, очень много вопросов, интересов по этой машине, по тюнингу, я знаю прекрасно, что эти машины поставляются в России и на Украину, поставляются официальными дилерами, но очень много людей хотят получить машину именно с двигателем 3.6, который атмосферный, который не поставляется в ваши регионы, и поэтому они обращаются за покупкой в Америку. Вот мы готовы вам предоставить такой сервис, готовы вам предоставить такой тюнинг и максимально конкурентные условия поставки автомобиля непосредственно к вам в любую точку мира. Итак, спасибо за ваше внимание, подписывайтесь на наш видеоканал, все вопросы, пожалуйста, все контакты в описании, e-mail, ссылка на наш веб-сайт, форма заявки, ватсап, вайбер, телеграм, все мессенджеры, все у нас есть, любым удобным способом обращайтесь к нам, и мы всегда вам ответим. Спасибо за ваше внимание, и до новых показов, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова